Появились новые кадры, на которых наш танк Т-64Б1М пригнал трофейный российский танк Т-72Б3М. Нет никакой информации о том, где было сделано видео и когда было снято. Однако ранее я эти кадры еще не видел. Есть предположение, что это архивные кадры из Мариуполя. А подразделение, которое вы видите, скорее всего относится к морским пехотинцам. В модификации Т-64Б1М на танке установлена встроенная динамическая защита, усиливающая защиту башни, лобовой части корпуса и бортов. В задней части башни установлены ниши для боекомплекта и оборудования. Но по трофею Т-72Б3М думаю, что вопросов не возникнет. Единственное, что вы можете увидеть на крыше приваренную кровать. Окупанты думали, что таким образом смогут обезопасить машину от поражения дживелином. Однако по факту должного эффекта такая защита не несет. А тем временем наши готовят оккупантам такой сюрприз, от которого они сильно удивятся. Я вангую, что до нового года у нас будут очень хорошие новости. У российских пропагандистов уже паника по этому поводу. Они очень сильно переживают о том, что у ВСУ скоро появятся ракеты, которые смогут достать до Москвы. А риторика о том, что для захвата Киева хватит всего полтора батальона морской пехоты, куда-то испарилась. Сейчас они переживают уже не столько о том, сколько новых территорий смогут захватить, а о том, как они могут защитить территорию России. Вот сказочные. Зачем нужно было нападать, когда сил нет победить даже сумскую тероборону. А потери у них такие, что уже и отползать не хотят на старые позиции. Сейчас единственный вариант, который нас устраивает, это выход России из Крыма и Донбасса и всех других оккупированных территорий. Вот только тогда можно начинать договариваться о репарациях, которые будут автоматически изыматься у России, хочет она того или нет. А вообще я советую нашему государству начать подавать финансовые иски в международные суды после каждого российского обстрела. Фиксировать нанесенный ущерб и сразу предъявлять финансовые претензии. Пускай платят не отходя от кассы. Изымать деньги можно из замороженных или других российских активов за границей. То есть, чтобы они сразу понимали, что тут же заплатят из своего кармана за нанесенный ущерб. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жнякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.